Кря! С вами новости экономики и фэхос и наши доблестные спонсоры! А чтобы стать еще более доблестными капсулятами, смотрите наши видео через VPN, а то лэдс расстроится и не вернет мне мой паспорт. Ссылка на донаты, как всегда, в описании, а мы начинаем. Плекс все еще довольно стабилен и подорожал в среднем лишь на 2%. Судя по графику, объем предложения увеличился, а это хороший знак, игроков стало больше. А вот по Руде все не так сладко. Она продолжает свое падение. Все основные позиции просели на 7-9%, кроме Морфита и Мегацита. Если первый потерял всего 3% после коррекции на прошлой неделе, то Мегацит просто потерял еще сотню иск и стал стоить 3124 иска за штуку. Печальные новости для лопат. Зато Плазмоида, как я иванговал, все еще растут. На еще 4% до почти 2,5 тысяч за штуку. Акселераторы на этом фоне тоже упали, но на почти незаметные полпроцента. Обломки зафиксировались с легким трендом на падение цен. Ощутимо просили только куски Гуристус на 9,5% и Саньша на 2,5%. Валика Реплекс на момент замера торговался по 2,74, что на 2% ниже прошлой недели. Минералы в Жите торгуются также печально. Зидра и Мега на фоне прочих минералов даже прибавили в цене на 12 и 10% соответственно. Поставщики из нулей, готовьтесь. Плазмоиды в Жите продаются аж по 3131 иску. Он стабильно продолжает свой рост на 4,5% в неделю, а вот акселераторы просели на 4%. Цены на обломки в Жите стабильно падают. Саньша после спекулятивного скачка на прошлой неделе вернулась в норму до 22,5 миллионов за штуку. Все остальное продолжило падение в пределах 2,7%. Мы все еще рекомендуем затариваться морфитом на случай очередного скачка, который неминуемо будет в момент выхода новых промышленных капиталов. Ну и плазмоидами, конечно. А на этом все. Присылайте донаты, вступайте к нам в альянс и не забывайте смотреть наши ролики под VPN. С вами как всегда был Схард, SkyNews Industry, конец связи.